Всем привет, меня зовут Татьяна Андреева. Давненько я не снимала для вас видео про блокноты. Рискну предположить, что вы уже соскучились за этими DIY. Тем более, что к школе не помешает обзавестись симпатичным блокнотиком на все случаи жизни. Ну так, для заметок. И в отличие от дневника, его совершенно не обязательно случайно забывать дома. Я думаю, эту милоту вряд ли забудешь. В общем, кавайный выпуск объявляю открытым. И да, как вы уже поняли, плюс ко всему украсим карандаши. О, новое видео. Кто на этот раз? Ой, так это же Алена Веном. Привет, я Алена Веном и это Стиль за 90 секунд. Ты узнаешь, как создавать классные луки. А еще сможешь уже в следующем выпуске принять участие в розыгрыше пяти классных дресс-боксов. Следи за программой и выигрывай. Ты слышала когда-нибудь о проекте Стиль за 90 секунд? А знаешь ли ты, что это совместный проект канала ТНТ и Остин? Мое внимание в последнее время просто покорил этот проект, особенно когда я узнала, что в нем успели поучаствовать Маша Уэй, Карина Гаспарянс, Юлия Пушман, Любарская и моя любимая Алена Веном. Если ты, как и я, любишь отслеживать новинки в мире моды и хочешь учиться чувству стиля, добавляй канал Остин к себе в подписке. Ссылку на него я оставила в описании под видео. Вдохновившись примером своих коллег по ютубу, я уже подготовилась к осени. Будь стильной и женственной в объятиях одежды Остин. Смотри это видео до конца и участвуй в конкурсе. Приступим к изготовлению этого кавайного блокнота. В качестве основы я использую 48-листовую самую дешевую тетрадь. Отделяем обложку, она нам не понадобится. С помощью подходящего диаметра тарелки я скругляю углы на тетрадке. Затем ножницами постепенно срезаю их. Чтобы срезать листочки аккуратно, режем буквально по небольшой стопочке. В результате получаем полукруглую тетрадь. Идем далее. На отрезке от старой коробки я обвожу заготовку блокнота. Затем дорисовываю полоску шириной 3 см. Это будет корешок. Переворачиваю блокнот и обвожу его снова. Вырезаю по контуру. С помощью линейки нужно продавить эти линии. Это места сгиба обложки блокнота. Отлично. Что дальше? А дальше нужно обклеить обложку блокнота с обеих сторон белым листом бумаги. Особое внимание при обклеивании обложки нужно уделить местам сгиба. В итоге обложка обклеена с обеих сторон. Теперь можно обклеивать обложку блокнота цветной бумагой или фоамираном. Я использую фоамиран, поэтому клею на полимерный клей. Сохнет он так себе, лучше было использовать обычный клей момент. Дешевый фоамиран есть на Алиэкспресс. Точно так же как и с белой бумагой важно уделить особое внимание местам сгиба и хорошенько их проклеить. Как видите края фома я загибаю на внутреннюю поверхность обложки, чтобы закрыть боковые ребра картона. Мой блокнот внутри будет с креплением для карандаша или ручки. Для этого подготовлю полосочку, которую собираю из фоамирана, бумаги и кухонной салфетки. Проклеиваю их между собой с помощью клеем ПВА слой за слоем. Вернемся к обложке. Внутреннюю поверхность обложки заклеиваю фоамираном. Сначала нужно примерить место сгиба слева и сделать надрезы для того, чтобы вставить петельки, держатели для ручки. Аккуратно надрезаем, вставляем и фиксируем клеем. Идеально подойдет горячий клей, потому что он схватит все мгновенно. А я... ну а я помучаюсь полимерным клеем. В общем надеюсь тут все понятно. После того, как петельки приклеили, нужно заклеить внутреннюю поверхность обложки до конца и готово. Обложка есть. Сделаем ушки нашему кавайному мешутке. На полукруг из толстого картона приклеиваем черную цветную бумагу или как я фоамиран. Обрезаем лишнее. Видите, черный элемент должен быть слегка больше картона. Естественно то же самое проделываем со вторым ухом. Поверх черного приклеиваю розовую деталь в форме полумесяца. Ну а с обратной стороны закрываю каждую дизель розовой бумагой или фоамираном. Ушки-мишки готовы. Итак, что нужно с ними сделать? Конечно приклеить на обложку. Я использую горячий клей. Ушки на месте. Приклеиваем на обложку элементы мордочки-мишки. Их можно вырезать из цветной бумаги, картона или фоамирана. Все, обложка полностью готова. По большому счету можно просто вклеить вовнутрь тетрадь и все. Но я хочу сделать ее съемной, чтобы иметь возможность без труда заменить ее, когда все листы будут исписаны. Полоску плотного картона шириной 1 см обклеила кухонной салфеткой. Теперь клею на нее липучку, на горячий клей. В любом швейном магазине цена липучки 30 рублей за метр. Надеюсь, с этим проблем не возникнет. И приклеиваю эту полоску к корешку тетрадки. Наносим клей на поверхность липучки и приклеиваем конструкцию к обложке. Теперь у нас блокнот съемный и в любой момент его можно будет заменить. Конечно, можно так сильно не запариваться и, например, приклеить вместо одной тетрадки 2-3 штуки сразу. Так блокнота хватит надолго. В любом случае, выбор за вашим творческим решением. Ну а мы идем далее. Несколько выпусков назад я показала простой и доступный способ сделать декоративные насадки на карандаши. Эти топеры выполнены в эмиджи стиле. Некоторые из вас попросили другие варианты этой насадки. Ребятки, не вопрос, сделаем другие. Расскажу и покажу процесс с нуля. Полоску обычного картона шириной 3 см накручиваем на карандаш, постепенно проклеивая ее любым канцелярским клеем. Эту насадку я делаю потолще, поэтому использую две полоски длиной около 30 см каждая. Теперь эту заготовку нужно заклеить с торца картоном и обрезать его по контуру. Заготовка насадкой есть. Обклеиваем насадку, скажем, желтым цветом, со всех сторон. Сначала заклеиваю верхнюю часть, потом боковую. Я решила добавить коричневого цвета сверху, то есть также заклеила топпер коричневой бумагой. Из картона вырезала ушки. С одной стороны обклеиваем желтой бумагой, с другой коричневой. Вот что получается. Сгибаем ушки у основания и приклеиваем их на стильный клей к топперу. Рисуем фломастером или наклеиваем элементы мордочки в стиле кавайи на топпер. Как видите, насадка в той же технике может стать не только эмоджи, но и зайкой. В этот раз передаю свои приветы Анжеле, Юле, Марии, Полине, Ане, Маргарите, Насте, Ульяне, Ксюше, Алие, Регине и Ирине. Если ты тоже хочешь получить привет от меня в следующем выпуске, напиши в комментариях под этим видео слово «привет» и свое имя. Возможно, именно тебе я передам привет в следующий раз. А теперь о конкурсе. Эту стильную модную сумку от фирмы «Осен» я подарю одной из вас. Условия конкурса простые, они есть в описании под видео. Имя победителя я укажу тоже в описании под этим видео 22 сентября вечером. Будь готова ответить на сообщения в YouTube в случае победы. Ну а я желаю вам ласковой осени и легких учебных деньков. Люблю, целую. Пока, мои хорошие.